Перепутанности и перепутанности. Если индикатор рыночных настроений Кайман входит в зону от 70 до 100, значит это серьезный сигнал, который указывает на то, что сейчас нужно ожидать разворота валютной пары. Если Кайман забирается в область от 30 до 0, значит он находится в интервале перепутанности. И сейчас стоит готовиться к тому, что нужно дождаться и, скорее всего, удастся, дождаться серьезного разворота валютной пары. Маленькая ремарка заключается в том, что для различных валютных пар точки критические уровни различны. Когда мы запустили индикатор Кайман, я анализировал буквально все активы, большую часть, не знаю, многие валютные пары, и пришел к простому выводу о том, что есть валютные пары, где этот индикатор первоклассно себя отрабатывает. Ну, учитывая то, что ликвидность по этим валютным инструментам гораздо выше, но и они являются более популярными с точки зрения трейдинга. Потому что евро-доллары это ключевая валютная пара для спекуляции на рынке Форкса. Есть те валютные пары, которые уже обозначили в исторической перспективе несколько другие критические уровни. К примеру, для фунта-доллара это могут быть уровни 60-40. То есть, когда у вас будет возможность проанализировать, опять же, самостоятельный индикатор рыночных настроений, вы поймете то, что есть другие уровни, к примеру, для фунта-доллара. И если евро-доллары это 70-30, а фунт-доллар 60-40, где при достижении этих рубежей можно как раз ориентироваться на возможность разборота. Очень жаль, что у нас не было возможности провести конференцию чуть раньше, когда, собственно, индикатор рыночных настроений Кайман буквально меньше, чем за месяц по евро-доллару показал больше пяти серьезных сигналов, указывающих на то, что пара максимально перекуплена, и ее нужно продавать. Началось все это 22 октября, ну, получается, чуть больше месяца назад. Ева-доллар, вот, собственно, сам индикатор Кайман, это график котировок. В таком формате он представлен в личном кабинете компании «Амакция». Вы видите, что 70-30 значения, которые для него являются как раз критическими. Это те уровни, с которых нужно, опять же, обращать внимание на то, что сейчас стоит готовиться к неплохому взору. 22 октября Кайман зашел в зону перекупленности, покупка оказалась больше 70% по этому инструменту, и цена на данный момент времени была 1,1164. Это тот уровень, с которого можно было смело продавать евро-доллар. После этого, как можно было действовать уже с короткой сделкой по евро? Можно было дождаться другого сакрального уровня, по Кайману, это 30%, то есть выйти из этой сделки тогда, когда рынок вошел в зону перекупленности. Либо выйти из этой сделки тогда, когда профит уже был бы солид. Я, честно говоря, воспользовался вторым сценарием, потому что недавно у нас прошла конференция в Ярославле, и лично на своем торговом счете я продемонстрировал, как можно закрывать реальные профитные сделки, которые были сгенерированы по показателям индикаторов рыночных настроений Каймана. 5 сигналов. Еще раз напоминаю, видите, первый. Далее Кайман пошел вниз, не достиг нижней планки 30%, значит, у нас не было сигнала на выход из валютной пары, из-за короткой сделки. После этого Кайман ушел снова в зону 70%, мы снова здесь продали, стали дожидаться рубежа 30%, пошел ниже, далее ушел снова в зону 70%, пошел ниже, и создал еще одну возможность для того, чтобы засолить евро против американцев. То есть раз, два, получается три, здесь четыре, и последний пятый. Пять сделок, которые реально можно было провести по этому деканту. И даже если мы не стали бы распыляться на повторные сигналы, а просто получив первый и дожидаясь, опять же, того уровня, который стал бы комфортным для нас, профит бы уже к текущим значениям, у кого есть возможность посмотреть котировку евро-долгу? Ну, кто на памятку? Приблизительную котировку. Ну, в общем, это... 1.05.93, видите, когда я сделал этот скрин, соответственно, котировка была еще выше. То есть фактически профит мог показаться еще выше. Это реальные сделки, которые лично я провел на своем реальном счете. Вы можете зайти на наш специальный канал на YouTube Amarkets, и увидите, как эти ордера закрываются в реальном времени. Это действительно правда, а еще лучше, у вас есть возможность, собственно, воспользоваться всеми этими инструментами в личном кабинете компании Amarkets, и посмотреть, как все эти торговые сигналы реально отрабатывают. Это действительно история, которая позволяет нам сейчас уже говорить о том, насколько этот индикатор был эффективен. И у нас есть фактически подтверждение того, что эти сигналы генерируют хороший вход. Поэтому рекомендую воспользоваться, соответственно, возможностями нашего личного кабинета, тем более, что те индикаторы, которые мы создаем, они направлены прежде всего на один ключевой посыл. Это повысить результативность вашей доп.гогли, ну а для нас это приблизиться к самому, скажем, амбициозному вызову, который мы бросили всей индустрии финансовых рынков буквально год назад. Это стать брокером самым высоким процентом успешных трейдеров. И сейчас мы полномерно приближаемся к реализации этой цели. Собственно, это все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, сразу же на них отвечу. Это часовое предназначение, да? Это дневки. Нет? Да. А вы верите в паритет между двух... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова